Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот и моя сестра мне дороже всех И когда Халил показал ее записку Я усмирил свой гнев Для меня мои родители тоже важнее всего Вы постоянно создаете нам проблемы Мама все время расстроена А отец скитается по гостиницам Знаю Он в Оксарае, в отеле Тахсина На окраине города Вы следите за ним? Лучше держитесь от него подальше Не то пожалеете Не волнуйся Мне сообщили, как только он туда заселился Так что если бы я захотел Расправиться с ним, сделал бы это сразу Вы кем себя возомнили? Как это расправился бы? Только попробуйте, я вас уничтожу Никогда бы не подумал Что буду завидовать Халилу Вот бы и у меня была такая любящая дочь А как его не любить? Он же мой отец Только троньте его И вы схлестнетесь со мной, Азист Апрак Уже схлестнулся Ты очень смелая В этом ты Похожа на отца Слушаю в Урал Где ты, милая? В ресторане Я же тебе говорила У меня здесь назначена встреча Тогда не буду тебя отвлекать Потом поговорим Хорошо Хорошо Ну, говори, Бру Я тебя слушаю Говори, Бру Зачем ты сделала это? Для чего? Потому что я была влюблена, Кенан И до сих пор влюблена Я люблю в Урала ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Да, не могу отрицать Это я отключила Эмре от аппарата Но я была влюблена, Кенан Я очень, очень его полюбила Настолько, что была готова на все Я делала все ради любви Во имя любви к Уралу Долго меня ждала? Нет, только пришла Садись Что случилось, дорогая? Что ты хотела со мной обсудить? Я должна тебе кое-что рассказать Я тебе солгала Ты посмотри Я просила купить один вид фасоли А он принес другой Негодник Дело ведь не в фасоли Признай это, Милек Ты волнуешься Из-за разговора Азиза с Хазал Перестань И позвонить не могу Хазал все поймет Ай, меня это так тяготит, что я места себе не нахожу Азиз разберется Не переживай так Расслабься Хорошо бы А что там с помощником, милая? Ты дала объявление? А это здесь при чем? Ты утром спрашивала И днем тоже Теперь опять? Чего ты вцепилась в это? Ты слишком бурно реагируешь Давай-ка порадую тебя Все хорошо Я все уладила Каким это образом? Я с Азизом договорилась Делов-то С кем-с кем? Что непонятного? С Азизом говорю Он все решит А, тетя Да ты такая же упрямая, как мой отец Зачем ты это сделала? Да он годами не мог быть рядом с дочерью Так пусть сейчас помогает Раз не может быть рядом Пусть хоть поддерживает Он так этого хочет Неужели тебе не жаль его? Хорошо, Азиз Что он на это сказал? Ну, а что я мог сказать? Конечно, согласился Азиз? А где Хазал? Мы поговорили, потом разошлись У нее какие-то дела Какие дела? Она должна была вернуться У нее встреча с Уралом Зачем? Почему ты не привез ее, Азиз? Ну, ты даешь, Мелек Как ты себе это представляешь? В Урал ведь ее муж О чем вы говорили? Что она спрашивала? Можешь не волноваться Я не сказал ей ничего из того О чем ты просила молчать Тогда зачем ты вернулся? Выполнить обещание Привел вам помощника Передаю его В ваши надежные руки Парень очень предан И трудолюбив Рад встрече с вами Тут и правда очень мило Как господин Азиз и говорил Добро пожаловать Спасибо Только обещай Больше не петь за работой Ни в коем случае Обещаю Ага Ну что, могу приступить к работе? С одним условием Я на все согласен Зарплату и страховку я оформлю сама Без твоей помощи Договорились? Договорились Удачи в работе Знаю Это непростительный поступок Его не забудешь Но я влюбилась Я просто запуталась Ты же сам знаешь Что чувства делают с человеком Любовь помутила Мой рассудок Кенан Я Я очень раскаиваюсь Прости меня Не у меня У семьи Домироглу Проси прощения Если они простят Не могу Ты знаешь Чем все закончится Если они узнают Нет, не знаю Иди признай Симре А там посмотрим Как она решит Так и будет Кенан, я не смогу Не сумею Не смогу, Кенан ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Имре Доченька Тут очень холодно Ты простудишься Пойдем в дом, дорогая Мне плохо, мама Хочу подышать воздухом Мне нужно немного успокоиться Имра, милая Для нас нет неразрешимых проблем И смерть сможем победить, да? Думаешь, нам это под силу? Доченька Как бы вы могли это скрывать от меня Если бы я знала Я бы ни на шаг от тебя не отходила Чтобы запомнить твой образ Смотрела бы на тебя сутками Проводила бы как можно больше времени С братьями Это моя последняя зима Мой последний Новый год Мой последний день рождения Ты знаешь, чего мне будут стоить Эти две недели, проведенные в неведении Как же ты могла этого не понимать? Мама, скажи мне Не осознать ценности всех этих последних дней для меня Доченька Пойми меня, прошу Я... Я о тебе думала Хочу кое-что спросить Если бы ты узнала Что отец с тобой не из-за любви А из жалости Что бы ты почувствовала? И если бы в этот момент Ты была бы при смерти Скажи, что я должна, по-твоему, чувствовать У меня в жизни лишь два близких человека Один из них ты А второй мой будущий муж И вы оба мне врали Оба обманывали А теперь Зачем мне теперь жить? Ради кого мне жить, мама? Ответь мне, прошу Ради себя Не ради кого-то Не ради меня, братьев или любимого Для себя, доченька Ты должна жить и быть счастливой во имя себя Это единственное, чего я хочу Чего мы все хотим, моя милая Раз не у мамы, то где ты была? А? Зачем ты мне соврала? А? Хазал? Что ты скрываешь? Я тебя для того и позвала, чтобы все рассказать Меня это тревожит Хочу поделиться В Урал до прихода сюда Я говорила с Азизом Я уже несколько раз заставала его у мамы в ресторане Однажды видела, как он ругался с отцом у дома тети Он постоянно приносит нам неприятности Ясно, что у него зуб на нас Я расспросила домашних Они сказали, что это давний конфликт Но я не особо поверила После случая на помолвке я решила поговорить с ним И это все? Только и всего? И вы так долго это обсуждали? Я же сказала в Урал Стоит ему появиться, начинаются неприятности Вот я и не выдержала Вызвала его на разговор Раз ты желаешь мне счастья Тогда поверни время вспять Верни меня в тот день, когда Кенан был со мной Когда я была уверена в искренности его чувств Сумеешь, мама? Ответь мне, пожалуйста Сможешь сделать так, чтобы я снова поверила ему? Скажи Имра Поверь мне, дорогая моя Иначе Мы все будем несчастны Кенан с тобой не из жалости А исключительно потому, что любит тебя Клянусь тебе, дочка Поверь мне Он правда хочет быть с тобой счастливым Он сам мне это сказал Я Была не права Знаю, не нужно было вмешиваться Но я как мать Не могла оставаться в стороне И вмешалась Я привыкла все контролировать Но поверь мне Кенан ни в чем не виноват Он честен Мы просто Хотели сделать тебя счастливой А не проявлять жалость Мы любим тебя И желаем тебе только добра, дорогая Имра Доченька моя Милая Позволь нам всем быть счастливыми Прошу тебя, детка Давай не будем думать о смерти Хорошо? Умоляю Будем жить так, будто ничего не произошло Так, будто Мы всегда будем вместе Прошу тебя Умоляю Ни о чем не думай Ничего не спрашивай Ни о чем, ладно? Давай поживем счастливо Я Не могу тебя спасти Но ты можешь спасти нас Просто будь счастлива Доченька моя Это Казал лишила мне всего Любимого мужчины Нормальной жизни Всего, понимаешь? Я вовсе не собиралась Убивать Имре Я лишь хотела бросить тень Подозрения на Казал Думала раз и навсегда Убрать ее с пути Но не вышло Это было ошибкой В какой-то миг Я решилась Хотела быть с любимым Только этого и желала Стала одержимой Кенан Я так устала от этой любви Мне так надоело Любить безответно Я просто отчаялась Пойми Хотела найти хоть какой-то выход Но не смогла Знаю Я знаю это неправильно Но я делала все это Не из-за ненависти А из любви Как ты хотела снискать любовь, а? Убив сестру возлюбленного? Нет Нет, Кенан Я же тебе объяснила Я вовсе не собиралась Убивать Имре Клянусь тебе Ты же знала Что никто, включая Вурала Не подумает на Казал Ты врешь, Эбру Это все ложь Нет Клянусь тебе Я говорю правду Только поэтому я оклеветала Казал Только из-за неразделенной любви Поверь мне Я одного не могу понять Этот вопрос Давно не дает мне покоя Поэтому спрошу у тебя Раз беседа с Азизом Казалась такой мелочью Почему ты мне сразу не сказала? Почему утаила? Почему соврала? Не подавай виду Сообщение о Джоле Бурал за тобой следит Он знает, что ты с Азизом Расскажи об этой встрече Под благовидным предлогом Что такое, дочка? Что-то не так Если бы я рассказала Ты бы не позволил Ты же запрещал мне даже стоять рядом с ним Не так ли? Все так, ты права В общем Дорогая Это была ваша последняя встреча Понятно? Чтобы я тебя с ним больше не видел А если он попросит? То ты откажешь Он способен на все Лишь бы отомстить за сестру Ты мое сердце И этот негодяй Знает, куда бить Я тебе и раньше говорил Да ты и сама все видела на помолвке Так что больше никаких встреч с ним быть не должно Хорошо, милый Как скажешь Я ведь знала, что Эмре не умрет Что кто-то из домашних обязательно заметит и спасет ее Но если бы с ней что-то случилось Все подозрения пали бы на Хазал Потому что когда-то вы были парой, Кенан Все решили бы, что она приревновала тебя к Эмре А я смогла бы тогда быть с любимым Мало того, что ты рисковала чужой жизнью, так еще и на сестру хотела все свалить Что это за любовь такая Я же сказала, Кенан Я обезумела от ревности Не ведала, что творю Я хотела, чтобы Урал возненавидел Хазал И наконец-то бросил ее Только так мы смогли бы быть вместе Другого пути не было Этот мерзавец В Урал в курсе? Знает о твоих чувствах? Не знает И никогда не узнает Кенан Кенан, прошу тебя Только не говори ничего Вуралу И Хазал тоже, Кенан Кенан Умоляю тебя Не скажу Но не ради тебя А ради твоей матери Чтобы ее, бедняжку, не хватил удар И я больше не желаю Не видеть тебя, не слышать Убирайся отсюда Вон! Вон! А знаешь, сейчас я расслабилась Ну, насчет Азиза И не только насчет него И ты расслабься Знаешь, почему мне так спокойно? Пока ты рядом, я в безопасности И тут ты права, дорогая Но все равно слушайся меня Не встречайся с ним, не предупредив Не волнуйся Может, пообедаем где-нибудь? Ты как, проголодался? Ха! Да не вопрос Главное, что ты голодна Не часто от тебя поступают такие предложения Прости, милая Звонок Ибру Да, Ибру В Урал Мне нужно с тобой серьезно поговорить Ты свободен? О чем? Дома поговорим Я как раз туда еду Там и увидимся Хорошо, до встречи Что хотела Ибру? Говорит, что-то важное Нужно ехать А, понятно И о чем же? А можно поехать с тобой? Хорошо Ну, сначала вместе поедим Где ты хочешь? Выбирай Нет, ты Последний раз говорю Выбирай ты Телефонный номер Хазал Имре? Рад тебя видеть Какими судьбами? Решила сделать тебе сюрприз Но если ты занят Нет, нет Я просто не ожидал Я свободен Чем ты расстроена? Что случилось? Ты что, плакала? Немножко Все хорошо? Что такое? Да мы просто с мамой Немного повздорили Как всегда Классика жанра Мол, мне уже пора замуж Так мы обе расчувствовались Она спрашивала Переедем ли мы после свадьбы А я не знала, что и сказать Ведь мы это с тобой не обсуждали Да, ты права Так и не дошли до этой темы Раз такое дело Я хотела сказать После замужества Я хочу жить у нас Если Ты не против, конечно Нет Я совсем не против И еще кое-что Я не хочу терять Ни дня, Кинан Хочу побыстрее Сыграть свадьбу Я хочу быть с тобой Быть твоей женой Хочу, чтобы мы поженились Поскорее Конечно, если ты согласен Что скажешь? У меня к тебе предложение, Азиз Ты не скажешь, Хазал, что ты ее отец Никогда больше не приблизишься к ней И до конца жизни забудешь о том, что она твоя дочь В обмен на это я расскажу тебе, где Нази То есть Ты предлагаешь Отказаться от дочери ради сестры? То есть Оторвать Кусок своего сердца? Именно так Решай Допустим, я соглашусь Откуда тебе знать Что, отыскав Нази Я не прикончу тебя и не заберу свою дочь, а? Ты настолько глуп? Глуп или нет, не имеет значения Важнее другое Смелость Если ты это сделаешь, я сначала пристрелю Хазал, а потом убью себя Моя смерть тебя не расстроит, но мысль, что ты стал причиной смерти дочери, сведет тебя в могилу Слушаю, Кафис Готово, все у меня Я выезжаю Я тоже в пути Уже выехал Скоро увидимся До встречи Кенон, чего ты молчишь? Ну Я просто не ожидал такого предложения Если ты не готов, просто скажи мне об этом Серьезно Просто знай, что если ты мечтаешь Быть со мной, а не просто угодить То я готова И мы поженимся Когда ты скажешь Я просто хочу жить вместе Засыпать и просыпаться рядом с тобой Хочу посвятить тебе жизнь Быть счастливой Я не желаю терять времени Прошу, не молчи Ты хочешь на мне жениться? Да Всем сердцем Хорошо Пойду сейчас же сообщу домашним Давай И это все? Ты только за этим пришла? Да Я же сказала Что мечтаю выйти за тебя Ты перешел границы в Урал Перешел Мне надоело прибирать за тобой Покрывать твои поступки Надоело подчищать за тобой Надеялась, ты соберешься и справишься Закрывала на все глаза Когда ты женился на сестре нашего врага Я смирилась И когда привел в дом в качестве невестки Эту деревенщину смирилась Я всегда мирилась Всегда поддерживала тебя Стояла за тобой Даже когда Я прежде не видел тебя в таком гневе Джананда Мирыглу Даже в ту ночь в чешме Когда все случилось Несмотря ни на что Ты сохранила спокойствие Ну и ну С первого выстрела? Нет Не с первого, Кафис Ошибаешься С тысяча первого В смысле? За сорок лет я потратил тысячу пули Только тысяча первая попала в цель Как скажешь Знаешь, в чем ошибка охотника? И в чем? В том, что он начинает кичиться добычей Он думает, что ее судьба Уже у него в руках А птица попала с ней из-за выстрела А по собственной глупости Нельзя и свободно летать И от пули уклоняться Глядишь, и ты уже на земле Прямо как в Урал до Мироглу, да? Да, именно В Урал точно как эта глупая птица Приходит с угрозами к бывалому волку, как я В надежде, что получится запугать Да? Не выйдет Ясное дело Чуть не забыла Куда в такое время? Это вас не касается Я уже не ваша ассистентка Вы, похоже, забыли? Уже не ассистентка, но все еще сотрудница компании А я один из ее владельцев Думаю, это ты подзабыла Иду на свидание Можно? Теперь все? На свидание, значит? Да А что такое? Нельзя? Вы имеете что-то против? Нет, с чего бы это? Привет твоему калеке А кто сказал, что свидание с Ахмедом? Кенан? Здравствуй Я тебя заждался Хочу пожелать удачи С опозданием, но поздравляю с новой должностью Большое спасибо Я вставил в рамку стихи моего любимого поэта Они помогают не падать духом Этот поэт одно время был рыбаком, поэтому стихи запали мне в душу Надеюсь, и тебе понравится Не стоило Но благодарю Позвони мне как-нибудь, поговорим Я тебе хочу кое-что предложить Хорошо Обязательно позвоню До свидания Увидимся Тайны в добрых руках бесценны, как золото А в злых, как дешевая бижутерия Неджет Суфи Сайкан Что это значит? Это слова о том, что нужно ценить каждый миг своей жизни И автор прав Хорошо сказано Эээ, слушай То, что ты сейчас видела Что я недавно увидела, мне неинтересно Дефне Пойми Важно не с кем работала Эбру, а для кого Она работает для Вурала, ты знаешь Я просто предупредил ее Чтобы не строила козни за твоей спиной Именно поэтому ты так на нее облизывался Ну, как тебе смотрится? Дефне Не хочу ничего слышать о ней, Синан Мне неинтересно, что она делает и с кем Она не может мне навредить Она у меня в руках Держу ее на поводке Ах, если она зайдет слишком далеко Я его затяну на раз Понятно? Это все? Да, милая Ты права Смотрится хорошо Ну что, когда выдвигаемся? При первой же возможности Расскажем Кинану о наших планах? Нет Пока ничего не скажем Позже Объясним в подробностях Что сделали, как и почему А что, Милек? Нельзя скрыть того, что лежит на сердце, друг Я не скажу ей, но мне нужно будет посоветоваться То, что мы сделаем, коснется и Милек, и Кинан Так что они все узнают Но позже, когда придет время Что скажет Хазал? Этого я не знаю Я все стараюсь учесть Но не могу предугадать реакцию Хазал В любом случае Со временем она поймет, что все это Было ради нее Поживем, увидим Хорошо Я все подготовлю и буду ждать инструкции Договорились Важно быть готовыми начать В любой момент Я понял Спасибо за обед Это была лучшая рыба, что я ела Хазал Ты ведь ничего от меня не скрываешь? Нет Почему ты спрашиваешь? Господин Вурал, простите, что беспокою Но есть кое-что, что вам надо знать К сожалению, жесткий диск пропал Что значит пропал? Что за чушь? Вы правы Но кто-то похитил его, устроив ложную пожарную тревогу Кто похитил? Сейчас выясняем Но незадолго до того, как сработала пожарная сигнализация К нам приходила ваша жена Хотела забрать диск Мы отказали И она ушла очень недовольной А через пару минут сработала сигнализация Как оказалось, сложная Не поймите неправильно Но все это слишком подозрительно Я хотел вас проинформировать Вурал, что с тобой? Все хорошо Почему ты об этом спросил? О чем думаешь? Ни о чем Просто спроси Звонок мама Жале Возьми трубку Кто звонит? Мама Ну так поговори с ним Мамочка Я перезвоню Дай-ка телефон Зачем он тебе? Просто посмотрю Зачем? Хазал, дай телефон Вурал, ты что делаешь? Зачем перезванивать? Что происходит? Да так Тебе же мама звонила Думал, вы сейчас будете долго говорить А ты Сразу сбросила Звонок Хазал Звонок Хазал Она сбросила? Она занята У нее дела в ресторане Позже я сама ей перезвоню Ладно, как скажешь Итак, Кенан, слушаю Что такого важного ты хотел мне сказать? Скоро мы планируем совершить очень важную торговую сделку Я и Азиз Тапрак Никто не знает где, как и когда это произойдет Если хочешь, мы тебе сообщим И ты тоже можешь к нам присоединиться Со мной уже моя семья и мои бизнес-партнеры К чему мне это? Что я с этого получу? Мы знаем, что семье Домироглу не придется по душе принятое нами решение по сделке И они не одобрят Я тоже Домироглу Ты забыл? Но когда дело касается личной выгоды Знаю, ты можешь пойти против семьи Против Вурала, Джанан И своего мужа Поэтому и предложил тебе Дефней, я серьезно Если ты будешь с нами Тебе достанется 30% прибыли И никому не нужно об этом знать Сорок процентов И да, никому не нужно знать Договорились Договорились Это выгодный договор Не сомневайся О чем ты хочешь поговорить с Вуралом? Что-то важное? Он сам все расскажет Лучше вам от него услышать Похоже, что он не придет Тогда поговорю с ним в офисе Как знаешь Что ты тут делаешь? Не понимаю тебя Я здесь вроде как живу Ты забыла? Вурал Мы можем подняться наверх И поговорить наедине Сестра, ты меня стесняешься? Хочешь поговорить наедине? Собираешься что-то личное сказать? Нет Это касается компании Уверена, что только компании Между вами что-то, чего я не знаю? Хочешь ответить? Нет, так Немного повздорили Такое бывает между сестрами Ничего серьезного Поговорим позже В Урал Что сказали В охранной фирме? Расшифровали записи с камер? Я с ними связывался Но пока ничего У них была суматоха Из-за ложной пожарной тревоги Но теперь все под контролем Не беспокойся, мама Мне совсем не спокойно Я хочу увидеть записи И наказать того Кто навредил моей дочери Не волнуйся, мама Скоро вместе все увидим Кто бы это ни был Ему не сдобровать Куда ты так торопишься? К себе Я что-то устала Прошу прощения Что это было, Хазал? Мы поссорились Она больше не общается с мамой Вот из-за этого мы Пойду поговорю Алло, Генжер? Немедленно выясни Кто звонил Хазал О, ты уже здесь? Тебе, видимо, очень нравится мой кабинет Я все слышал Как вы договаривались? Я же предупреждал тебя И шагу не делать без моего ведома С чего ты взял, что я не сообщу тебе? Ты мне не доверяешь? Что он тебе предложил? О чем договаривались? Он отдаст мне часть прибыли Если я отдам свой голос против Вурала Он правда отдаст тебе часть прибыли? Ну да И тебе тоже Почти половину И что за дело он рассказал? Нет Всему свое время А тебе стоит доверять жене Ты ничего от меня не скрываешь? Хватит, Синан Ты мне надоел А мне надоело, что ты ничего мне не рассказываешь Поэтому, пожалуйста, впредь заранее сообщай мне о своих планах Халил Что? Тебя тут ищут Говорят, письмо пришло Мне? От кого? Вы Халил Санжак? Да, давай, посмотрю, что это Сначала распишитесь Вот здесь, пожалуйста Хорошего дня И вам того же Что это? Я, Мелек Санжак Желаю расторгнуть брак с Халилом Санжаком Ввиду неразрешимых противоречий А также серьезных разногласий Развод? Это заявление о разводе? Почему ты не сказал мне? Если бы я знал, не подписал бы Ну как? Откуда у Мелек этот адрес? Кто ей сказал, что я здесь? Как кто? Хазал А не заодно Вот, неблагодарная Ну что, о чем хотела поговорить с Вуралом? Я же сказала, рабочий вопрос Ничего другого Это не так уж важно Зачем ты это сделала? О чем ты говоришь? Ты знаешь, о чем я, Эбру Что тебе нужно от Эмре? Зачем ты это сделала? Это не твое дело Нет, еще как мое Или я сейчас же все расскажу в Уралу Да что ты Угрожаешь мне? Именно Собирай вещи и убирайся Я не хочу, чтобы ты оставалась рядом с Эмре Я вижу, ты уже здесь освоилась Считаешь себя настоящей хозяйкой этого дома? Не считаю Я и есть хозяйка Все, что есть в Урала, мое Этот дом Компания Все Что, правда? Посмотрим, что скажет в Урал, когда увидит это Знаешь, что это? Твоя жизнь Твой брак Твое счастье Компания И дом То есть Твое все Даже твое будущее В моих руках Ты попалась? Давай Давай же Что такое? Думала, что загнала меня в угол Как обычно ты меня недооценила, Хазал Но все не так просто Я здесь И уходить не собираюсь Отдай живо А если не отдам, то что? А? Ударишь свою сестру? Побьешь меня? Отдай, я сказала Здесь и моя жизнь тоже Если в Урал узнает, что произошло с его сестрой, он убьет меня Поэтому ваша с Кенаном любовь – моя страховка А я ведь говорила Эта любовь принесет тебе только горе Я предупреждала Но ты не слушала меня Если ты сдашь меня в Уралу, я сдам ему тебя Если мне погибать, то я и тебя потащу за собой Так что извини, дорогая Сколько лет я не хотела признавать Не видела твоей злобы и зависти Знаешь почему? Я любила тебя Но с меня хватит Все кончено У меня не осталось даже капли любви к тебе Отдай Теперь не я у тебя в ловушке, а ты у меня в тисках Так что будь добра Больше не попадайся мне на глаза и не зли меня Хватит, хватит с меня Иди к черту, пошла прочь Ненавижу тебя Паршивая дрянь Иди к черту Из-за тебя я такая Чтоб ты сдохла Я ненавижу тебя Я ненавижу тебя Мама, что происходит? Ничего Не обращай внимания Лучше расскажи, ты поговорила с Кинаном? Поговорила Мы женимся Прекрасно Я так рада, милая Сейчас же начнем готовиться Казал, что зашел Что случилось? Почему Эбру так кричит? Так, ничего Поссорились немного Вот она и вышла из себя Скоро пройдет Извини за шум Нет Что ты ей такого сказала? Я ей слова не вставила Она всего лишь Посмотрела правде в глаза Не думай об этом Дефне согласилась Она с нами И ты уверен, что она проголосует за нас? И не только на этом собрании Теперь она всегда будет на нашей стороне Что же сделал Синан? Что так расстроил женушку? Если хотите, мы это выясним Не стоит Главное, нам на пользу Скоро Вурал поймет, что Дефне на нашей стороне И будет на нее давить Дефне окажется в сложном положении И разозлится на него Она расскажет нам, чем шантажировала Вурала Думаете, он знает что-нибудь про Нози? Потому что этим и можно повлиять на Вурала Надеюсь Я хочу кое-что спросить Вы говорили с друзьями на Зи? Что им известно о ней? Нет У сестры было мало друзей Помню Только одну Звали ее Жале Но они перестали общаться Больше никого не помню Почему вдруг спрашиваешь? Да я так Просто Чего тебе надо? Что это были за крики? О чем вы говорили, сказал? Тебя это не касается Все, что происходит в этом доме Меня касается Все, что она услышала Все, что ты сказала Я должен знать Поэтому отвечай О чем вы говорили? Ни о чем То есть Ни о чем Что касается тебя Она упрекает Что я нахлебница А разве не так? Надеюсь Вы и правда Говорили о неинтересных мне вещах Иначе пеняй на себя Ты меня поняла? Кенан Ты точно Обо всем Мне рассказал Тебя что-то гложет? Я узнал Кто отключил Эмре от аппарата И кто? Эбру Что ты говоришь? Ты уверен? Я видел Своими глазами Ну и Зачем она Это сделала? Она влюблена В Урала Домироглу Хотела Свалить Все на хазал Чтобы устранить соперницу Эта девушка Змея Она опаснее Ее папаша И даже В Урала Надо держать Ахмета Подальше От этой девчонки Не беспокойся Я сделаю Что нужно Ахмед Кенан Не надо У меня есть Небольшое дело Вечером вернусь Присядь Поговорим Оставь Пусть идет Ему очень горько И из-за этого Он сейчас ничего не слышит И не понимает Пока не так много Грязной посуды Поэтому накрывай На столы в зале А вечером вместе Вымоим посуду Хорошо Как скажете Так и сделаю Мелек Мелек Чего ты кричишь Я пыталась Его остановить Прости Ладно Тетя Ладно Пойдем Выйдем Ну Чего тебе Мне пришли бумаги О разводе И чего ты удивляешься Я же говорила Что разведусь Да А я говорил Что не дам тебе развода Понятно И не надейся Расскажи это судье И уйди из кухни Откуда ты узнала Мой адрес Откуда узнала Про отель Кто сказал тебе Где я живу Казал верно Только она знала Какая разница Сколько ты будешь Убегать Никуда я не убегал Я перед тобой Тебе так просто Не спастись Мы не разведемся Милек Нет, Халил Мы разведемся Знаешь почему? Я расскажу Казал правду Что ты не боишься Ее потерять Но боишься Потерять то Что хочешь получить Благодаря ей На это ты не пойдешь Ты не можешь Отказаться от нас Не из-за денег Не так ли? Будь добр Припаркуй машину Что ты здесь забыл? Как ты сюда зашел? Отстань, Синан Мне не до тебя А почему ты здесь, а? Что ты задумал? Я пришел отомстить Но не тебе Не мешай мне Смотри-ка Отомстить пришел А что ты можешь-то? Синан, что ты творишь? Это мой гость Отпусти Однажды мы встретимся И поквитаемся Обязательно Этот день настанет Можешь не сомневаться Есть разговор Мне нужно кое-что тебе сказать Сначала Я хотел поговорить О другом Но сегодня Я узнал Твое истинное лицо Поговорим там Идем 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 Все готово. Наши люди на местах. Они ждут приказа. Как только ты скажешь, начинаем. Хорошо. Мы зарядили ружья. Теперь ждем начала охоты. Азиз. Чего нам ждать? Все готово. Сделаем все, что сможем. А дальше пусть Демироглу думают. Не торопись, Кафис. Если нажмешь на курок, не сняв ружье с плеча, то оно тебя же и собьет с ног. Безопасность прежде всего. Важно не растоптать Демироглу, а защитить то, что нам дорого. Поговорим еще раз с Мелек. Если она разрешит, то будь что будет. Хорошо, ладно. Тебе виднее. Знаешь, я хотел сделать тебе предложение. Даже кольцо купил. Думал, если ты наденешь его на палец, я буду самым счастливым человеком на земле. Я так думал. Если бы я стал твоим мужем, то будь уверена, я был бы абсолютно счастлив. Я думал, что увидел в тебе то, что не видят другие. Оказалось, я не видел того, что видели все. Ахмед, мне это уже все надоело. Знаю. Перейду к делу. Я говорил с Кенаном. Я все знаю. Я знаю, что ты сделала. Это из-за тебя, Имра, попала в больницу. Я узнал, зачем ты это сделала. Какой же ты можешь быть жестокой, если способна забрать чью-то жизнь. Мое сердце разбито. Кенан сказал, что ты любишь в Урала. И я чуть не умер. Будто мало мне досталось. Для меня ты всегда была чиста, как хрусталь, а я был грязным работягой. Оказалось, это у тебя злое сердце. Если бы я знал, что ты любишь другого, я бы молился за твое счастье, за вас обоих. Клянусь. Но ты готова убить невиновного. Ты безжалостна, твоя душа черна. Теперь мне стыдно за свою любовь. Я сломлен и бру. И раздавлен. И что теперь, Ахмед? Разве я давала тебе надежду? Обещала что-то? Что тебе нужно? Хватит с меня. Все. Да, довольно. Хватит. Теперь все кончено. Даже не начавшись. Довольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как это вы не можете сказать, кто купил особняк? Мы имеем право знать, кто купил наш дом. К сожалению, нет. Мы не можем сообщить вам, пока не оформим сделку. Таковы правила. Такое отношение просто немыслимо. Я замораживаю все денежные операции нашей семьи и компании в вашем банке. И в ближайшее время мы начнем пользоваться услугами ваших конкурентов. Это ваше право. Ахмед тоже знает. Что мне делать? И видео с поцелуем больше нет. Поздравляю. Прекрасная была сцена. Не понимаю вас. Какая сцена? О чем вы? О признании Ахмеда. Мне понравилось. Господин Синан. Я сейчас не в настроении. Говорите прямо и уходите. Я хочу попыть одна. Что бы ты ему ни сказала, это было правильно. И меня позабавило. Поздравляю. Ты начинаешь мне нравиться, Эбру. По-моему, нужно развивать нашу дружбу. Не понимаю, что это значит. Надо же. А я думал, ты прекрасно поняла, что я хотел сказать. Я ничего не понимаю и не желаю понимать. Давай-ка я объясню. Этот хромой тебе не пара. Он и о себе позаботиться не может. А ты? Такая красивая и умная. Если правильно использовать эти качества, найдешь кого-то получше него. Например? Например, меня. Каждый раз, когда я тебя вижу, хочу поцеловать. Я не могу выбросить это из головы. А я каждый раз, глядя на вас, вспоминаю вашу жену. Думаю, вам лучше ее не выбрасывать из своей головы, господин Синан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Можешь говорить? Могу. Я хотел тебе позвонить, но думал, вдруг рядом с тобой кто-то есть. Правильно. Я была с Уралом. Где ты? Выехал из дома. Сейчас еду в компанию. Хорошо. Я тут рядом, в кафе на той же улице. Можешь заехать сюда? Да, сейчас приеду. Давай выпьем кофе с тобой и поговорим. Мама, не уходи от темы. О каком доме шла речь? О какой продаже? Дочка. Не надо. Я все слышала. Ты сказала, что особняк продан. Эмре, мы продали наш особняк. О нем говорили. И зачем мы это сделали? Кому? Мы с твоим братом давно думали об этом. К тому же этот дом побольше и получше. Тот дом важен для нашей семьи. С ним столько всего связано. Не думай об этом. Поговорим о другом. С чего начнем готовиться к свадьбе? Не нужно готовиться. Разве так можно? Правда, не надо. Мы поженимся тихо и скромно. Ну нет. Я хочу увидеть тебя в свадебном платье, как ты мечтала. Ладно. Надену то платье. Ну, улыбнись, милая. Ты выходишь за любимого мужчину. Да, я счастлива, но не уверена. Ты знаешь, каково это. Эмре, милая, о чем мы с тобой говорили, а? Все будет хорошо. Верно? Прошу, улыбнись. Ну, давай же. Только не забывай, о чем мы договаривались. Я не сказала Кинану, что знаю правду. Он думает, я в неведении. И ты не говори. Хорошо, мама? Хорошо, милая. Я никому не скажу. Не сомневайся. Какую правду? Что вы там замышляете? Слушай, Зухаль. Нет, я не трогала папки. Что за Зухаль? О чем это ты? Говори нормально. Я не знаю, что и думать. Что ты хотел, отец? Ты не вовремя. Уж не про твое здоровье спросить. Мне нужен адрес Азиза. Узнаю Ахмеда и побыстрей. Мне срочно нужен его адрес. Я не могу. Что значит не можешь? Мне очень нужно. Я не могу. Мы с Ахмедом поссорились. Я говорил тебе, поаккуратней с ним. Но ты никогда не слушаешь. И почему ты со всеми ссоришься, Ебру? Папа, у меня полно дела. Я сейчас занята. И зачем тебе адрес Азиза? Дело у меня к нему есть. Дело. Не связывайся с ним. Не надо. Он тебя живьем съест. Не указывай мне. Я ему покажу, кто главный. Как пришел, так и уйдет. Ну, как знаешь. Потом мне не жалуйся, папа. Эбру? Вон ты как. Сбрасываешь отца, значит. Здравствуй. Здравствуй. О чем таком важном ты срочно хотела поговорить? О Вурале. Звонили из той охраны фирмы и все рассказали. Даже про пожарную сигнализацию. А о том, что ты туда приходила тоже? Не знаю. Но он ведет себя иначе. Думаю, он что-то знает. Пока диск не найден, нам ничего не грозит. У Вурала будут всего лишь подозрения. Так что просто постарайся не выдать себя. Он мне ничего не сделает. Хазал, будь осторожна. Мы видели, на что способна Эбру в порыве ярости и к чему это привело. С каких пор ты так обо мне беспокоишься? Я беспокоюсь о тебе с момента нашего знакомства. И думаю о тебе больше, чем о себе. Мне казалось, ты меня ненавидишь. Ненависти нет. Я просто не могу тебя простить. Но я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Особенно из-за меня. Что это? Последний козырь Эбру. Удаляя видео, она записала наш с тобой поцелуй на флешку. Чтобы шантажировать. Именно так. Пригрозила, что покажет в Уралу. Но я у нее забрала. Как удалось? Это было несложно. Ты молодец. Но у видеозаписи может быть копия. Не думаю. Я видела ее отчаяние в тот момент. Было видно, что она потеряла последний козырь. Она понимает, если покажет записи в Уралу, мы всем расскажем, что это она отключила Эмре от аппарата. Ты обещал поговорить и все уладить. Поговорил? Что она тебе сказала? Почему она это сделала? Почему отключила аппарат? Ты знаешь Эбру лучше меня. Она алчная и бесстрашная. А семья Домироглу не посчиталась с ней. Она сказала, что в Урал и Синан отнеслись к ней как к рабыне. Вот поэтому она и решила отомстить. Она не хотела убивать. Была уверена, что сработает сигнал, и мы спасем Эмре. Она всего лишь хотела причинить боль в Уралу и Синану. Она ненормальная? А если бы мы не успели, и Эмре умерла? Злость затмила ей глаза. Думаю, она лжет, Кенан. Наверняка есть более веская причина. Какая, например? Не знаю. Например, любовь. Она тебе ничего не говорила об этом? Больше ничего не рассказала? Нет, не рассказала. Она ничего не говорила про любовь и все такое. Как это особняк продан? Продан и все тут. Его больше нет. Будем жить здесь. В Урал, когда вы приняли это решение, могли бы спросить и наше мнение? А зачем нам тебя спрашивать, Дефне? Ты бы вернула акции, которые я тебе дал, и выкупила бы дом? Что ты за человек такой? Еще и издеваешься, не стесняясь. Этот особняк не только твой. Он принадлежит всем нам. Он был очень дорог отцу. У кого ты спросил? У меня. Значит, ты была в курсе, так? Так, в семье ничего не происходит без моего ведома. Разве не знаешь? В голове не укладывается. Почему вы продали дом? Еще и так поспешно, не сообщив никому. О причинах я расскажу твоему мужу. Если так интересно, спросишь у него. Права на собственность у меня и моих детей. Мне надоело, что вы строите планы, а с нами не считаетесь. Разве не ты говорила, что тот особняк подчеркивает наш статус, мама? Синан. Так было нужно, нам пришлось продать. И так будет лучше. Доверься мне. Довериться? Ты надо мной издеваешься? Тема с особняком закрыта. Придет время, и вы все получите свою долю от продажи. Какие деньги? Думаешь, дело в деньгах? Я сказала, что тема закрыта. У нас есть более важные вопросы для обсуждения. Имре с Кинаном решили зарегистрировать брак. Поженятся через пару дней. Зачем ты это мне говоришь? Обсуди это с Вуралом. У меня ведь здесь нет права голоса. Поздравляю. Ты отлично сыграла роль самоотверженной матери. Еще и насмехаешься надо мной без зазрения совести. Я сделала вид, что обо всем знаю. Не потому что согласна, а для того, чтобы вы не враждовали. Мне нужно поблагодарить тебя за это. Нет, просто не действуй в одиночку. К тому же у меня к тебе есть просьба. Все, что захочешь, слушаю. Имре выйдет замуж за Кинана, и ты не будешь возражать. Не ставь им палки в колеса. Не хочу проблем. Если не хочешь, то держи рыбака подальше. Я вообще не пойму, как ты согласилась на их брак. Ради счастья дочери и ее спокойствия. Этот тип не сделает ее счастливой, но лишит нас всех покоя. Ты скоро это поймешь, но будет уже поздно. Ах, сынок. Будет слишком поздно, когда ты все поймешь. Я не могу никуда уйти. В Урал дома. Я узнала кое-что. Наши предположения верны. В Урал и Джанан знают что-то важное. Думаю, Джанан знает о том, что случилось с Нази. И я так думаю. Они ничего не скрывают друг от друга. И от нас не смогут скрыть. У меня к тебе будет серьезная просьба. Что сказать? Это будет сложно. И как мне это найти? Казал, прошу, это очень важно. Я это понимаю. Но если попадусь, как я все объясню, ты должна уладить это до завтра. У нас нет времени. Хорошо, попытаюсь. А если не выйдет? Ты должна это сделать. Думаю, мы напали на след. Мы можем найти все разгадки. Надеюсь. Хазал, любимая? В Урал пришел. Хазал, ты в ванной? Да, я сушу волосы. У меня к тебе есть очень важный разговор. Если можно, открой дверь. Сейчас выйду, дорогой. Что случилось? С чем ты встревожен? С легким паром. Спасибо. Ты ведь не об этом хотел поговорить? Конечно, нет. Имре с рыбаком собираются зарегистрировать брак. Чудесно. Надеюсь, они будут счастливы. Не знаю, будут ли они очень счастливы, но у меня уже сейчас пропало настроение. В Урал. Милый, мы об этом говорили. Ты обещал позволить им пожениться. Ты дал мне слово. Не сомневайся, я сдержу все данные тебе слова. Я тебя так сильно люблю. Я сделаю все ради тебя. Даже забуду неприязнь к рыбаку. В этом мире я доверяю только тебе. Прошу, не заставляй меня разочаровываться. Я больше не хочу быть прежним в Уралом. Не переживай. Забудь о прошлом. Нет прежнего в Урала и прежний Хазал. Все будет хорошо. Доверься мне. Доверяю, любимая. Тебе удалось поговорить с Кенаном? Поговорил. Он связался с Ахмедом? Да, они поговорили. Сейчас едет к нему. Хорошо. Он в расстроенных чувствах. Жаль, что он узнал всю правду об Эбру. Думаю, это к лучшему. Ты сказал пусть, что хочет, то и делает. Вот я и промолчал. Но девка его обула по-крупному. Драгоценности, наряды и прочее. Ведь выписки по его карте приходят мне. Ты же знаешь. Но дело не в деньгах. Лишь бы Ахмед не пострадал. Это верно. Но вопрос в другом. Эбру использовала нашего друга. Поэтому хорошо, что он узнал всю правду. Как сказать. Но не зря же в народе говорят. После драки кулаками не машут. Конечно, влюбиться в подлого человека – это беда. Ты все же приглядывай за Ахмедом. Хорошо. Не беспокойся об этом. Я пригляжу за ним. Азиз! Азиз! Выходи! Азиз! Это не Халил кричит? Ага, это он. Выходи! Отпустите меня! Пустите! Не ори! Пусти! Не кричи! Азиз Топрак, выходи сюда! Тихо! Пусти меня! Заткнись! Заткнись! Пусти! Азиз, выходи сюда! Да как тебе не стыдно! Постыдился бы! Отпусти меня! Ты надеешься на своих людей, да? Отпустите его! Послушай! Отпустите его! Пусть говорит, что хочет! Я не откажусь от своего решения. Сколько бы это ни длилось, я все равно разведусь. Но я знаю Халила. Он способен на любую подлость. Так и хочется взять палку и пинками. И за трещинами пригнать его в суд. Позвони тому адвокату. Может, она что-то посоветует? Верно говоришь. Я позвоню ей завтра. Зачем ждать до завтра? Позвони сейчас. Еще ведь не поздно. Я тебя знаю. Ты до утра глаз не сомкнешь. Точно не сомкну. И правда позвоню. Конечно, звони. Чего ты ждешь? Ты же считал себя мужчиной, а меня под лицом. Говорил, все мосты за собой сжигаешь. А тут семью замужней женщины. Разрушил и хоть бы хны. Следи за словами. Ты создал семью там, где похоронил 26 лет моей жизни. Что за претензии, Халил? То есть ты признаешь, что соблазнил Мелек? Еще и не стесняясь, говоришь мне это. Все слышали? Тьфу на тебя тогда. Я тебе сейчас. Как ты разговариваешь? Как ты посмел? Кофис. Отпусти его. Пусти меня. Пусти. Разве у нас не было уговора? Разве ты не обещал не крутиться возле Мелек, получив записку? Как же твое слово? Это твоя порядочность. Халил, я оставил тебя в живых за то, что ты принес весточку от сестры. Второго шанса не будет. И что ты сделаешь, а? Опять изобьешь меня? Пристрелишь? Давай же, стреляй. Я хочу умереть. Пристрели меня. Стреляй. Халил. Я не имею к этому отношения. Мелек увидела твое истинное лицо. Это ее решение. Да прекрати ты болтать. Даже если я плох, даже если я предатель, я муж Мелек. Я этого так не оставлю. Будет нужно, я и в прессу пойду. Скажу, что Азиз Топрак разрушил мою семью. Ты понял? Ты еще попляшешь. Я здесь все разнесу. Проблем не оберешься. Попомни мои слова. Почему ты позволил ему говорить? Я бы все уладил. Не трогай. Он же поднимет шумиху. Не сможет. Утром протрезвеет и придет в себя. У нас дела не с ним, Кафис. Наша цель в Урал. Надо разобраться с ним. Связать по рукам и ногам. А это все мелочи. Как скажешь. Как скажешь. Да, я понимаю вас. Он не согласен на развод. Я смогу развестись в одностороннем порядке? Угу. Угу. Его убедить невозможно. Хорошо. Благодарю. Доброго вечера. Ну что там, что говорит адвокат? Без обоюдного согласия судья не разведет на первом заседании. Тетя, я не смогу от него избавиться. Говорят же, от подлеца проблема, а от грязи следы. Халил так вовсе и грязь, и мразь. Что еще сказать? Субтитры подогнал «Симон» Смотри. Талисман отца. Помнишь? Вспомнил. Он отдал мне его за несколько дней до смерти. Он говорил, не выпускай руль жизни. Крепко держи штурвал. Не выпускай из рук. Ни в штиль, ни в шторм. Он направит корабль в море или к берегу. Если отпустишь, то опрокинешься. Держи. Оставь себе. Мой корабль давно затонул, капитан. Давно перевернулся. Судно без штурвала не причалит к берегу. Ничего не затонуло. Не в каждый шторм гибнет корабль. Крепко держись за руль. Не отпускай. Почему так всегда происходит? Почему я всегда живу наполовину? Столько лет я носил себя полуживого, но с половиной сердца не выдержу. Растоптанное сердце высохнет. Оно умрет. Это не убивает. Поверь мне, не убивает. Причиняет боль. Мучает. Но не убивает. Сначала молишься, чтобы боль прошла, но она не проходит. Но пока ты жив, постепенно свыкаешься. Привыкаешь к ноющей ране. И к отсутствию ранившей тебя, любимой. А, пришел. Халил. Папа? О-о-о. Ибру, я рад тебя видеть. Интересно, для чего вы здесь? Как для чего? Беспокоилась я тебе? Услышав об Азизе, испугалась, что ты нарвешься на неприятности. Ты же бросила трубку. Тебе на меня плевать. А сейчас вспомнила про папочку. Оставь меня. Папа. Что за вид? Ты пьян в стельку. Пусти меня, пусти. Мне не нужна нищая помощь. Я в состоянии о себе позаботиться. Да, да. Пусти. Постой, подожди, папа. Ты ведь не ходил к Азизу? Ходил. Я показал этому Азизу. Он и слова мне не сказал. Ладно. Мужчина. Папа. Я же смелый. Папа, замолчи. Ты точно нарвался на неприятности. Я и есть неприятность. Все поплатятся за это. Все и Азиз поплатятся. Эмильяк поплатится. Ты бросила трубку, и я внес тебя в список. И ты в моем списке. Ладно, ладно. И меня записал. И я отвечу за все. Все за все ответят. Ладно. Все за это поплатятся. Стой. Погоди-ка. Ты же сказал 106 номер. Это же не здесь. Все ответят за все. Азиз. Эмильяк. Ладно, папа, тихо. Дай-ка мне ключи. Дай. Я сам. Сам открою. Мне не нужна еще помощь. Дай мне, но ты же ничего не видишь. Дай мне ключи. Еще дверь хочет открыть. Стой. Ох, папа. Зачем нужно было так напиваться? Я переночую здесь с тобой. А тебе зачем оставаться? У тебя есть шикарная комната в особняке. Зачем тебе оставаться? Ты же не нищенка, как я. Я больше не пойду туда. Мы с Хазал поссорились. Так она тебя прогнала. Теперь понятно. Они неблагодарные. Точно. Что мать, что она. Я 26 лет был ей мужем. Я взял ее в жены. Беременной. Я был отцом чужого ребенка. Записал Хазал в дочери. А чем она отплатила? Чем отплатила? Решил развестись. А неблагодарная. Погоди-ка, что ты такое говоришь? Хазал не твоя дочь? Не моя дочь. Не моя. Я взял в жены уже беременную. Я заботился о ней. Заботился. Я ни за что... не разведусь. Папа, тогда чья дочь Хазал? Папа, чья дочь? Кто ее отец? Скажи мне, папа. Папа. Подумать только. Значит, Хазал другой отец. Кенан что-то задумал, Кефис. Да, я вижу. Он, как и мы, что-то замышляет, но не говорит. Будем смотреть в оба, чтобы этот сумасшедший не совершил какую-нибудь глупость. Ты верно говоришь. Хорошо. Но только вот, почему мы скрываем свой план от Кенана? Ты же сам говорил. Каждый наш шаг касается в том числе и его. И враг у нас общий. А раз Кенан что-то задумал, почему мы не действуем сообща? Я молчу, чтобы уберечь свою дочь. Поэтому не сказал, чтобы Урал шантажировал меня. Это все понятно. Но мне как-то не по себе, что мы от него скрываем. Словно проворачиваем дела у него за спиной. Мы не проворачиваем дела за его спиной. Мы прикрываем его со спины. Парень отчаянный. Безумец. И сердце его разбито. Он может поступить импульсивно, вцепиться в глотку Демироглу, а потом начиная все сначала. И это верно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Рыбак. 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 Здравствуйте. Я узнал, кому принадлежат номера в распечатке. Тот, что на 32... Я его знаю, это номер рыбака. А второй чей? Второй? Чей, Гинджер, говори. Жалей Сейхан. Жалей Сейхан? Именно так. Номер зарегистрирован на нее. Ладно. Из разговора понятно, что они что-то скрывают. Но все же мне кажется опасным ехать в их дом в чешме. Знаю, но я должна это сделать. Ты слышала их разговор. Все разгадки находятся в том доме. Понимаю. Но все же будь осторожна. Хорошо. Не переживай. Кто это? Не бойся. Здравствуйте. Слушаю. Вы Жале? Жале Сейхан? Нет, вы ошиблись адресом. Здесь такая не живет. Минуту. Хазал? Хазал? Кенан? Улица Кумру. А номер дома? 12-6. Спасибо. Все готово. Я нашел адрес Жале. Если нашел, так иди и приведи ее. Хорошо. Жале Сейхан. Я дал тебе шанс. Ты им не воспользовалась. Ты его упустила. Как ты нас нашел? Я пришел увидеть Жале. Встреча с тобой стала сюрпризом. Итак, я вас слушаю. Жале моя приятельница. Недавно познакомились. Интересно. Кажется, Вурал не знает об этой дружбе. Он отреагировал бы иначе. Насколько я знаю, Жале подруга Нази. Не так ли? Ты ведь не скажешь Вуралу? Нет, не скажу, не волнуйся. Но вы мне все расскажете. Рассказывать нечего, Кенан. Я расскажу мужу, когда придет время. Пока я должна скрывать. Перестань. Оставь эти игры. Я же все вижу. Твои попытки казаться счастливой. Слова о любви к Вуралу. Это же все часть игры. Я не играю. Сколько раз мне еще повторять? Я люблю мужа и счастлива с ним. Раз ты так любишь мужа и доверяешь ему, то почему проворачиваешь дела за его спиной? А? Почему расследуешь, что случилось с Нази? Мелек, я пришел получить твое разрешение. Какое разрешение? На что? На то, чтобы сказать Хазал, что я ее отец. Не надо, Азиз. Мы говорили об этом. Мы не скажем Хазал правду, пока не вызволим ее оттуда. Мы не спасем ее из того дома, если не скажем ей правду. И она повторит судьбу моей сестры. Не дай бог. Послушай меня. Я много думал. Если Хазал не узнает, что я ее отец, она не поверит моим словам. Она не поймет, что я желаю ей добра и пытаюсь оберегать. Ты же видела на помолвке. Пока она будет считать меня врагом до Мироглу, мои попытки будут тщетны. К тому же, пока моя дочь с ними, я не смогу разнести их в пух и прах. Не знаю, Азиз. Мне страшно. Я боюсь расплаты за эту многолетнюю тайну. Что, если дочь станет врагом? Не будет общаться со мной? Что я буду без нее делать? Мелек, я знаю, понимаю, но здоровье ребенка вдали от тебя важнее его благополучия рядом с тобой. Пусть лучше будет обижаться, чем будет в опасности и наживет себе проблем. Пусть хоть не смотрит на нас, но давай вызволим ее оттуда. Не знаю. Наверное, ты прав. Я не буду терять времени и поговорю с Хазал. Но мне нужна твоя поддержка. Правду должна сказать ты. Она должна услышать от тебя, что я ее отец. не плачь. Не важно, какой будет ее реакция, но мы спасем от них нашу дочь. Поначалу он действительно меня впечатлил властью, своими поступками. А потом я познакомилась с Желли. Она рассказала о случившемся, и я начала бояться в Урала. Я хочу узнать, что он сделал с Нази, и где она. Ты не знаешь человека, за которого вышла замуж. Вы играете в очень опасную игру. Мы осознаем опасность, но не отступим. Вы ничего не осознаете. Он пытался меня убить. Что? Да, еще в Алдыре. Его люди связали меня и бросили в море умирать. Если бы Кафис меня не спас, я бы сейчас не сидел перед вами. Что ты такое говоришь? Почему ты мне этого не сказал? А что бы изменилось? Ты бросила меня и вышла за него замуж. К тому же, была счастлива. Тебе было плевать на меня. И сейчас тебе плевать. О, бедная моя голова. Просто раскалывается. Ну, наконец. Дочка. Я думала, что ты вообще не проснешься, папа. Зачем ты столько выпил? Ты когда пришла? Вчера вечером. Не помнишь? Нет, не помню. Последнее, что помню, был в кафе. А дальше ничего. Ну, тогда я тебе сейчас напомню, папочка. Ты вчера был очень пьяный. Я привела тебя сюда. Мы немного побеседовали. Ты начал необычную историю рассказывать. Но в самый интересный момент заснул. А что за история? То, что Хазал не твоя родная дочь. Кто ее настоящий отец? Вы хоть понимаете, что будет, если Вурал узнает о вашем расследовании за его спиной? Особенно ты, Хазал. Тебе нужно оставить все это. После всего случившегося? Ты же видел записку на помолвке. Вурал мог навредить Нази. Я поэтому и прошу. После той записки я еще больше за тебя переживаю. Пожалуйста, Хазал. Оставь это дело. Я сделаю. Сам все сделаю. Нельзя, Кенан. Ради меня ты готов броситься в огонь? Вурал не причинит мне вреда, не посмеет. Но если поймет, что ты замешан в этом, пойдет на все. Лучше держись подальше. Пожалуйста. У нас есть и другие письма Нази. И в каждом она просит меня или брата о помощи. Но эти письма я слишком поздно получила. Если бы я знала все с самого начала... Если бы ты знала, то ничего не смогла бы сделать. Вам двоим не хватит сил противостоять в Уралу. Вы видели, на что он способен, даже будучи безумно влюбленным? Кто знает, что он вам сделает? И если я так легко вас нашел, то и он скоро будет здесь. Жале, открой дверь. Жале, я знаю, что ты внутри. Открой дверь. Жале, открывай. В смысле? Я не знаю, папа. Ты не знаешь, кто отец девочке, которой ты дал свою фамилию? Дочка, да не знаю, я не знаю. Милек хранил этот секрет. Я так был влюблен в нее, что даже не спрашивал. Мне было достаточно, что она рядом. Молодец. Благородно поступил. Как ты разговариваешь? Я твой отец. Дай мне пирога. Стань и сам возьми. Я ухожу. Да что ж такое? Расслабьтесь. Это мой заказ доставили. Вам одним не разобраться в этой истории. Как я и говорил, ворол о вас скоро узнает. И что предлагаешь? Забыть и сидеть сложа руки? Нет. Мы будем сотрудничать. С этого момента я с вами. Напрасно звонишь. Там никого. А где тогда? В Бельгии. В Бельгии? Да. Владелец квартиры годами там живет. Сюда чаще, чем раз в пять лет не приезжает. Да и то на неделю. Что ты говоришь? Как не живет? Где жале? Кто такая жале? Владелец квартиры Хамиет. Смотри мне. Не играй со мной. Где жале? Да какая игра? Клянусь, владелец этой квартиры, госпожа Хамиет. Не веришь, спроси у любого. А кого ты ищешь? Я ищу жале Сайхан. Жале Сайхан. Жале Сайхан? Тут такой нет. Ты сказал жале Сайхан, да? Знаешь ее? Нет. Но ее счета последние шесть-семь месяцев приходят сюда. Я все думал, кто это такая. Но знать не знаю. Порадуй меня хорошими новостями. К сожалению, таких нет. Адрес, по которому она зарегистрирована, липовый. В этом доме она не живет. Это меня не касается. Найди и приведи ее ко мне. Заканчивается на тридцать два, так? Да. Хорошо, записала. Я тоже. Послушай, жале. Азиз мне очень дорог. Он мне ближе, чем родной брат. Поэтому его сестра, это и моя сестра. И что случилось с Нази, я хочу узнать не меньше твоего. Но прошу, не втягивай в это, Хазал. Не хочу, чтобы она пострадала. Как мне это сделать? Ты сам слышал. Она не хочет сдаваться. Она жена в Урала. Живут под одной крышей. Если он узнает, что мы сотрудничаем, он может навредить ей. Жале. Теперь будь на связи только со мной, хорошо? Я окажу тебе любую помощь. Договорились? Из-за болезни я чуть-чуть похудела. Мы можем эти выточки переставить? Да, конечно, без проблем. Отлично, спасибо. И еще я хочу длинную фату. Для этого мне надо показать вам варианты. Они в машине. Вам придется подождать, простите, пожалуйста. Да, без проблем. Как тебе, мама? Замечательно. Ты очень красивая. Мама, почему ты плачешь? Не знаю, расчувствовалась немного. Мамочка, не делай так, прошу тебя. Я не хочу, чтобы ты плакала. Смотри, я очень счастлива. И что мы обещали друг другу? Мы будем счастливы, что бы ни случилось. Для меня не имеет значения, что будет со мной. Если я умру, то умру женой любимого человека. Доченька, счастливой женщиной. Мы же договорились не произносить это слово. Мы прекрасно знаем, что должно случиться, мама. Не говори так. Я себя подготовила. И ты готовься. И я не хочу оставлять тебе одну в слезах. Имра, доченька. Мама, хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала. Никаких слез после моего ухода. Вспоминай меня. Всегда вспоминай с улыбкой. Потому что... Мама, я буду присматривать за тобой оттуда. Милая моя. Доченька моя. Красавица. Доченька. Мама, мы дали слово друг другу. Никаких слез. Хорошо. Обещаю. Даю слово. Как дела, родной? Так неожиданно позвал к себе. Какие-то проблемы? Прошу, садитесь. Проблема есть, но не знаю, как к ней относиться. Ну, давай, рассказывай. Я нашел Жале. Жале? Та подруга Нази? Они вместе с Хазал. Хотят узнать, что случилось с Нази. Алло. Я нашел дом, где живет Жале. Проследил по сигналу телефона. Сейчас она дома. Она взяла билет в Чешме, поедет в аэропорт. В Чешме? Она точно едет искать следы Нази. Хазал рядом с ней? Нет, она одна. Послушай меня. Жале не должна попасть в Чешме, слышишь? Делай что угодно, но она не должна улететь, понял? Да, я все понял. Проклятие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они сами не знают, в какую опасную игру ввязались. Потому что не знают Демироглу. Думают, что это детские игры. Я поговорил с Жале. Сказал, чтобы держала Хазал подальше от этого. И держала связь только со мной. Правильно сделал. Мы, конечно, примем меры. Но пусть не вмешиваются и не создают проблем. Мы должны знать о каждом их шаге, Кенан. Хорошо, об этом не переживайте. Буду. Хазал, моя дочь. Даже маленькая ошибка может причинить ей вред. Поэтому мы не должны допускать ошибок, да, Кафис? Ты прав. Ну же, Жале и ответь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты тут делаешь? Пришла увидеть тебя сестренка. Ой, опять сестрой назвала. Прости, это просто старая привычка. Ведь на самом деле мы с тобой вовсе не сестры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите! Товарищ полицейский, помогите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставь это, Эбру. Зачем пришла? Чего хочешь? Если за флешкой... Флешка мне больше не нужна. Я пришла помочь открыть тебе глаза. Что ты несешь? Говорю, что ты играешь роль принцессы в этой огромной лжи. И что мне тебя очень... Жаль. Эбру, выражайся яснее, говори, что хочешь сказать и уходи. Мне правда тебя жаль. Ненастоящий брак, фальшивая семья, сестра, отец, все оказалось ложью. Я бы не хотела быть на твоем месте. Все, что ты перечислила, настоящее, кроме сестры. Она и вправду. Сплошное разочарование. Это мне тебя жаль. Когда ты узнаешь правду, разочарование во мне обернется сущим пустяком. Какую правду? Правду, что ты не моя сестра, дорогая. Твоя мать годами скрывала это от тебя. Твой отец кто-то другой. Милек была уже беременна тобой, когда вышла замуж за моего отца. Это новая игра? Ничего оригинальнее не придумала? Если не веришь мне, спроси у матери или у моего отца. На твоем месте я бы даже сделала тест ДНК. Что за бред ты несешь? Мой отец во всем признался, Хазал. А я не смогла скрыть. Захотела, чтобы ты узнала. Я очень за тебя расстроилась. Очень тяжело, когда тебя бросает отец, а мать годами обманывает. Честно. Мне жаль тебя. Очень жаль. Кенан, у нее было хоть что-то, касающееся Нази? Они говорили еще о нескольких письмах. Что за письма? Она писала их вам. Просила помощи. В Урал-Демироглу. Как же сильно он запугал эту девушку. И где письма сейчас? У Хазал. То, что эти письма в том доме, неправильно. Если их найдет в Урал, то все пропало. Жале звонит. Слушаю тебя. Кенан, мне нужна твоя помощь. Что случилось? В Урал нашел меня. Гинджер следит за мной. Где ты? Мне удалось от него скрыться, но Хазал может быть в опасности. Если он нашел меня, то, возможно, узнала о ней. Если это так, значит, Хазал в большой беде. Я заказала ушить свадебное платье и длинную фату, чтобы была до пола. Я представляю, как тебе пойдет. Ты будешь очень красивой, дорогая. Можно я спрошу тебя кое о чем? Почему ты так торопишься со свадьбой? Просто мне не терпится, брат. Я тебя понимаю. Но мы совсем не готовы. Нужно столько успеть. Зачем такая спешка? Не будет ли лучше подождать, перенести на лето и подготовиться, как подобает? Разве так неправильней? Я не смогу столько ждать, брат. Помолвка будет немедленно. Хорошо, вам виднее, но... Не знаю. Дали бы друг другу побольше времени. Лучше бы узнали друг друга. Синан, дорогой, не вмешивайся. Они вместе так решили. Хорошо. Я просто предложил. Что у тебя случилось? Что за вид? Ничего, мама. Не надо, Вурал. Ты что-то замышляешь. Разве я не знаю своего сына? Рассказывай, что случилось. Нечего рассказывать. Послушай, Вурал, твое состояние в последнее время начинает мне надоедать. Не действуй в одиночку. Ты продал особняк, я промолчала. Передал акции дывные, я промолчала. Несмотря ни на что, была на твоей стороне. Но если ты что-то сделаешь и помешаешь счастью своей сестры, я пойду против тебя. Ни за что не прощу. Я уже говорил тебе, мама, что не собираюсь никому отчитываться за свои действия и поступки. Хочешь, будь в стороне. Хочешь, рядом. Хочешь, против меня. Мне уже без разницы. Твоя мать годами скрывала это от тебя. Твой отец кто-то другой. Милек была уже беременна тобой, когда вышла замуж за моего отца. Слушаю, Вурал. Милая, где ты? В ресторане. Ты одна? Одна. Мама и тетя ушли в магазин. У тебя такой грустный голос. Все хорошо? Не совсем. Что случилось? Что-то плохое? Вурал, давай потом поговорим. Мне надо отдохнуть немного. Хорошо. Ты же в ресторане, милая. Я же сказала, что да, в ресторане. Пожалуйста, давай потом поговорим. Мне правда надо немного побыть одной. Хорошо, жизнь моя. Ген-Жер, ты забрал Жале? К сожалению, нет. Она сбежала. Что значит сбежала? Как ты мог ее упустить? Я почти ее поймал. Но ее спасли полицейские. Я ничего не мог сделать. Не смей появляться у меня на глазах. Либо приведи мне эту девушку, либо не приходи в особняк. Мы сейчас закрыты. Прошу, вы идете с нами. С чего вдруг мне идти с вами? Прошу, Хазал. Не пойдете по-хорошему, придется по-плохому. Убирайтесь, или я вызову полицию. Что вы делаете? Отпустите меня! Что вы делаете? Отпустите! На помощь! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отпустите меня! Я сказала, отпусти меня! Убери руки свои! Кто вы такие? Куда вы меня привезли? Уйди! Не трогай меня! Если вы мне что-то сделаете, То у вас будут большие проблемы Отпусти Убери руки, я сказала Не трогай меня Азистопрак Кенал Кенал